МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире тема дня. Сегодня мы поговорим о психологической помощи в Карелии. И об этом все нам расскажут Анастасия Анасонова, главный внештатный специалист Минздрава Карелии по медицинской психологии и Ольга Роцелайнин, первый заместитель министра здравоохранения Республики. Уважаемые гости, здравствуйте. Здравствуйте. Так совпало, что сегодня, 10 октября, отмечается Всемирный день психического здоровья. Так что наша тема с вами очень актуальна. Итак, Ольга Викторовна, расскажите, как сегодня в Карелии организована психологическая медицинская помощь в государственных учреждениях здравоохранения? Да, я начну с того, что именно в этом году подходы к организации психологической помощи населению существенно изменились. Если у нас раньше психологи были в основном в стационарных учреждениях, и работали в отделениях реабилитации, в отделениях ОНМК, то есть там, где пациенты проходят лечение после инсультов, психологи в женских консультациях, психологи в психоневрологическом диспансере, при кабинетах, психиатрах, то в этом году с 1 июля вводятся в действия кабинеты медико-психологического консультирования. И организация таких кабинетов в первую очередь направлена на улучшение доступности психологической помощи населению, ее приближению. И сейчас в каждой ЦРБ нашей республики, в городских поликлиниках города Петрозаводска, у нас организованы вот такие амбулаторные кабинеты медико-психологической помощи. Значит, они востребованы были, эти специалисты? Они востребованы, и потребность в такой психологической помощи с каждым днем увеличивается. И нужно отметить, что вся помощь и все консультации, которые оказываются в этих кабинетах, она проводится бесплатно для населения. Анастасия Эдуардовна, вот как человеку понять, что ему необходима вот эта психологическая помощь, консультация специалиста? Кто может обратиться к психологу? И ведь, кстати, речь не о психиатре, да? Это именно психологи, это ведь разные специалисты. Да, это речь именно о психологах. Чаще всего к психологу обращаются, когда чувствуют неудовлетворенность в жизни. Она может проявляться по-разному. Например, это проблемы в общении, когда человек не может найти друзей, устроить личную жизнь, например, решить конфликты, которые происходят в коллективе, наладить детско-родительские отношения. Также поводом для обращения может послужить некие эмоциональные спады в какую-то одну эмоцию, например, в стыд, в вино, в раздражение, в гнев, да? Конечно, мы все испытываем широкий спектр эмоций в различных ситуациях, но здесь речь идет о том, когда эмоциональный спад, он затянулся. И вот эти негативные эмоции, они возникают снова, снова и снова, да, и мешают человеку нормально функционировать. Это может быть тоже поводом для обращения к психологу. Поводом для обращения может послужить, когда нарушается обычная для человека жизнь, да? Предположим, он утрачивает интересы к своим любимым занятиям, у него нарушается сон, нарушается аппетит, появляется апатия, либо наоборот, чрезмерная активность и погруженность в работу, да? Появляются различного рода зависимости. Это тоже может служить поводом. Также наличие у человека какого-то трагического события, да? Например, это болезнь, да, какая-то внезапно возникшая, потеря близкого, развод. Это все трагические события, которые вот психолог может помочь перенести намного легче, да? Также поводом может послужить вот ощущение у человека, когда вот вроде бы все хорошо, но что-то плохо, да? Вроде бы что-то не так. А что не так, человек не может сформулировать четко, да? И поэтому это тоже может быть служить поводом. Но на самом деле для того, чтобы обратиться к психологу, не обязательно испытывать вот то, что я до этого сказала, да, или быть в травматичном событии. Можно просто хотеть просто лучше узнать себя, узнать свои сильные стороны, да, научиться как-то по-новому реагировать на какие-то события в своей жизни. Может быть, получить просто одобрение в принятии какого-то сложного решения. Просто поговорить, если не с кем подуша. В принципе, каждый человек, который заботится о своем психическом здоровье, да, может получить помощь, да, и получит ее, и это очень достаточно неплохо. Ну, со стороны вот так глядя, мне кажется, наши граждане не очень привыкли обращаться к психологу, даже и к психиатру, да, когда они еще не понимают, что им нужна эта помощь. Они стесняются. Вот что может помешать человеку обратиться к специалисту, к медицинскому психологу? Ну, существуют убеждения, да, у людей, которые действительно могут ему помешать это сделать, да. Чаще всего, вот я выделила определенные, чаще возникающие убеждения у людей, да. Самое главное убеждение – это я вообще поговорить, поболтать и пожаловаться могу и подруге, да. Вот. Это самое распространенное убеждение. Конечно, это вот очень хорошо, когда у тебя есть подруга, да, с которой можно поговорить, обсудить, да, которая тебя послушает, да, как-то поплачется вместе с тобой. И сейчас очень многие люди на житейском уровне, да, неплохо владеют вообще психологией, да, на основе личного опыта, каких-то примеров из жизни, информации, которая есть в интернете, она сейчас очень большая, ну, ее очень много. Вот. Они даже могут объяснить, почему там происходит то или иное событие, как, в принципе, можно поступить в том или ином событии. Вот. Но если бы этот способ работал, да, всегда и безотказно, то, в принципе, такой профессии, как психолог, не существовало бы. Да, все-таки психолог – это вот специалист, который, зная вот психику человека, да, досконально, он может разбираться вот в каких-то возрастных, возможно, изменениях, да, да, он знает, как протекают отношения, да, стадии протекания этих отношений, да, и, ну, может оказать помощь, да. Следующее распространенное убеждение – это обо мне подумают, что я больной, да, что я псих, со мной не все в порядке, да. Вот это как раз убеждение связано с тем, что путают таких специалистов, как психиатр и психолог, да. Психолог все-таки это не врач, да, да, он не ставит диагнозов, и изначально он не смотрит на клиента сквозь призму вот болезни, да, он не назначает лечение. Но вот следует отметить, что все-таки существуют ситуации, когда психолог, да, может вот проведя беседу и проведя обследование, да, он может заметить, что у человека в данный актуальный период, например, настроение все-таки снижено до уровня депрессивных состояний, да, и может порекомендовать клиенту обратиться к психиатру. Но это всего лишь рекомендация, да, не положить его в больницу, да, не госпитализировать он не может. И еще одна группа утверждений, которых я объединила вот в одну группу, да, они несколько похожи между собой. Это, во-первых, мне страшно и неприятно открыться незнакомому человеку, да, мне просто стыдно будет об этом рассказать, как я вообще такое расскажу, да. И убеждение, когда человек думает, что как я с такой несерьезной маленькой проблемой пойду к психологу, да. На свете столько людей, у которых такие серьезные проблемы, горе, а я тут с маленькой проблемкой пойду, да. На самом деле открыться и довериться незнакомому человеку действительно бывает порой сложно. Но психолог принимает клиента безоценочно, он его не оценивает, да, он не осуждает. Его цель, в принципе, не осудить то, как человек жил, да, что он делал, он не будет осуждать ваши поступки. Тем самым он создает доверительные отношения, да, и в процессе этого человек раскрывается, да, а психолог помогает ему решить проблему. На самом деле он воспринимается как пациент или клиент все-таки для психолога? Клиент. Клиент, да. Вот как попасть на прием к психологу, ну, вот там, где они сейчас работают, эти кабинеты? Ну, так как психолог – это, в принципе, такой же специалист медицинской организации, то все возможные пути записи, как и для всех остальных специалистов, они возможны и допустимы. То есть это запись по телефону, через регистратуру, через информат, если он есть в поликлинике, через региональный портал Республики Карелия и, конечно, госуслуги. Также пациента может направить на прием его лечащий врач, допустим, по основной какой-то патологии, где он проходит лечение и требуется консультация психолога. Тогда это пойдет в направление от лечащего врача. А скажите честно, очереди есть к психологам? На сегодняшний день, несмотря на то, что кабинеты достаточно востребованы и помощь психологическая востребована, длительности ожидания большой к психологу нет. Поэтому можно свободно записаться любым более удобным вариантом для гражданина. Но ведь не секрет, что весной и осенью у людей вот эти чаще обострения случаются и на психологическом фоне. То есть депрессии всплывают, такие состояния усталости, недосыпа переходного периода. Будет ли сейчас больше клиентов у психологов, как считаете, в связи с сезонностью? Но психиатры ведь делают такую статистику, что у них прибавляется, работает. Нет ли сейчас вот какого-то уже наблюдения, что больше и больше обращаются? Ну, больше обращаются не только в связи с сезонностью. Есть достаточно много поводов сейчас, чтобы обратиться и получить квалифицированную помощь именно психолога. Будет расти потребность, мы к этому готовы. Поэтому я думаю, что проблем с записью именно к психологу не должно возникнуть. Анастасия Эдуардовна, вот вы сказали, что все-таки для психолога человек это не пациент, и он в принципе лечение не назначает. Но вот а что человек может ожидать от приема у психолога? Это вот какая-то беседа, это расставить все, грубо говоря, в голове клиента, по полочкам всех рассадить. Что ждать? Вот собрался человек все-таки силами, все, попробую открыться незнакомому человеку. С чем он выйдет оттуда? Психологическая консультация – это прежде всего психологическая помощь специалиста, человеку, клиенту, в виде взаимодействия с ним. Человек приходит, озвучивает свою проблему или говорит, что он хотел бы решить. И таким образом завязывается диалог. Пользуясь специальными профессиональными знаниями, психолог создаст условия для другого человека, для клиента, в которых он переосмысливает восприятие этой ситуации, мобилизует какие-то свои психологические ресурсы, посмотрит на ситуацию под другим углом, найдет новые точки для опоры, услышит, может быть, какие-то новые способы реагирования в данной ситуации. Психолог станет для клиента вот таким вот ресурсом, который поможет ему выйти из неблагоприятной ситуации, в которой он в данный момент находится. Но не секрет ведь, что очень многие люди, когда идут на консультацию к психологу, они ожидают от него какой-то волшебной таблетки. Он ему ее выдаст, и ситуация сама собой решится. После первой встречи. Или исчезнет. Но будем реалистами, такого все-таки не бывает. Все-таки работа с психологом – это совместный труд. Это собственная внутренняя работа клиента над собой под помощью психолога. Психолог в данной ситуации, он как бы штурман, как штурман, как навигатор. Он направляет человека, указывает ему на его сильные стороны, на его слабые стороны, на его какие-то потенциалы, которые он может использовать. И тем самым направляет его и помогает ему выйти из трудной ситуации. Расскажите тогда, кто эти самые психологи, которые работают у нас в медицинских учреждениях республики? Ну, могу сказать, что это разные специалисты по своему стажу работы. Есть более молодые, которые только недавно приступили к трудовой деятельности. Есть специалисты с большим стажем, как, например, в межрайонной больнице, где врач уже трудится больше 30 лет. Но все наши специалисты, психологи, они имеют специализацию по клинической психологии, регулярно проходят обучение, курсы. И, воспользуясь случаем, хочу поблагодарить руководителя центра «Вереск» Екатерину Вячеславовну Сараеву. Она очень активно взаимодействует с нашими медицинскими организациями и в плане обучения, проведения обучающих различных мероприятий. Сама является психологом. Поэтому большое спасибо. Очень прекрасно, что есть такая возможность нашим врачам получить новые знания и пройти обучение. Если коротко рассказать о некоторых особенностях работы врачей и психологов, то я остановлюсь на первой поликлинике. Здесь работают два врача-психолога. Очень востребованный кабинет. И при этом нужно отметить, что здесь используется не только формат работы очного приема, когда пациент по записи приходит или по направлению от врача. И проводится консультирование, повторные консультации, первичные диагностические. Коллеги используют различные варианты работы, в том числе очень интересные использования таких телемедицинских, наверное, технологий. Устраивают школы пациента дистанционно, которые тоже очень востребованы, направлены на стрессоустойчивость, психологическое какое-то благополучие. Устраивают мастер-классы, различные тренинги. И, судя по просмотрам данных трансляций, действительно, они очень востребованы и интересны нашему населению. И интересный формат работы. Может быть, не все знают, что есть у нас в стоматологическом центре детский психолог. Я думаю, что многие семьи, у кого есть дети, сталкивались с проблемой лечения зубов у детей именно из-за боязни. Изучающего страха. Да, страха, визита к стоматологу. Кто-то боится именно сам процесс лечения, звук оббор машины, укола. У кого-то сложности с контактом с врачом-стоматологом, белый халат, общение какое-то. Есть дети с особенностями развития. Гиперактивность, когда невозможно ребенка усадить в течение 20 минут на кресле. Или повышенная тревожность ребенка. Здесь, конечно, требуется такое внимание. И совместная работа психолога с ребенком, совместно с родителями. Проводится сначала первый прием. То есть это до приема у стоматолога еще? Да, до приема. Когда выявляется такая проблема, родители могут обратиться к психологу. На первом визите устанавливается проблема. Можно сказать, такая диагностическая встреча. И дальше разрабатывается план ведения ребенка, направленный на снижение напряжения, тревожности ребенка. И родители действительно отмечают эффект от такой совместной работы. И лечение у стоматолога становится более легким. Без таких сложностей. В принципе, проблема решается на данном уровне. Поэтому, если есть такие проблемы, призываю тоже родителей обращаться и получать такую квалифицированную помощь психолога. Действительно, я думаю, что это очень востребовано. Бесплатную? Да, это бесплатная помощь. А что касается взрослых клиентов, психологов, им на что? Стоит ли обращать внимание, когда они пришли на прием к психологу, может ли что-то человека насторожить? Такое, да, действительно может быть. Потому что от неудач и ошибок никто не застрахован. Даже обратившись к высококлассному специалисту, могут быть какие-то разочарования. На это может повлиять ряд причин. Во-первых, это отсутствие самой мотивации у клиента. Очень часто клиенты обращаются к психологу, потому что их кто-то заставил, скажем так. Мама сказала пойти, жена сказала, что разговаривать больше с тобой не буду, если не пойдешь к психологу. Поэтому все-таки клиент должен, у него должна быть своя собственная мотивация идти к психологу. На что следует с осторожностью обратить внимание, это на обещание конкретного результата и конкретного эффекта в конкретный срок. Это абсолютно непрогнозируемая ситуация. Потому что на результат и на срок может повлиять очень-очень много. Тут все зависит не только от специалиста. Тут зависит и от клиента, от него индивидуальных качеств, от вообще его ресурсов психики. Он может сейчас работать в принципе от ситуации. И обещать этого по большому счету никто не может. Но и самое главное, на что нужно обратить внимание, это на ваши собственные переживания. Вот вам комфортно сейчас с психологом? Хорошо? Вы ему доверяете? Установились эти отношения? Доверительные. Если вам некомфортно и нехорошо, то нужно об этом психологу не бояться сказать. Потому что, во-первых, все-таки понятно, что не после первой консультации, а иногда и после нее. Но в течение работы клиенту должно стать легче. Даже после очень сложной, эмоционально вот очень сложной консультации должно стать легче. Напряжение должно спасть. Вот если этого не происходит, то клиенту все-таки нужно сказать об этом психологу, о том, что вот мне сейчас неприятно. Или вот я уже из последних сил работаю. Потому что в психологии очень много подходов для решения проблем. И, конечно, специалисты владеют всеми подходами. Но, как показывает практика, каждый придерживается какого-то определенного подхода. Возможно, именно с данным клиентом вот этот подход ему не найден. И поэтому, если клиент озвучит о том, что ему нехорошо, то не надо стесняться, говорить, что ничего не меняется. Да, об этом говорить. Возможно, психолог найдет другой подход. Он применит другую технику, другие пути решения. И вот тогда ситуация будет разрешена. Ну, а вот чисто житейский вопрос. Человек наверняка уже понимает, что ему плохо и некомфортно как-то живется. Где вот эта грань между психологом и психиатром? Может быть, не стоит тратить время на психолога, а сразу уже обратиться, попросить направление или записаться к психиатру? Грань эта очень тонкая. Но специалисты, которые работают вот именно в этих кабинетах, они не просто психолог, а это медицинский психолог. Медицинский психолог умеет работать с людьми, находящимися именно, как вы говорите, на грани. То есть он может работать не только с нормой, но и с людьми, которые имеют какие-то состояния, которые необходимы для обращения к психиатру. Поэтому, в принципе, можно обратиться к психологу для начала. Там, если что, направят дальше за медикаментозной терапией. Я добавлю как раз и цель создания вот этих кабинетов, кабинетов при поликлиниках, для того, чтобы граждане могли свободно обратиться, зная о своей проблеме, не смущаясь того, что они пойдут к психологу, потому что очень часто останавливал именно факт обращения психоневрологический диспансер, когда эти специалисты вели прием именно там. Сейчас пациент может обратиться в свою же поликлинику. То есть в каждой поликлинике? Да. И если потребуется дальнейшая помощь именно психиатра, то именно врач-психолог направит уже по показаниям к психиатру. Еще, наверное, главное, чтобы вот эти кабинеты медицинского психолога были организованы где-то вот в закутках в поликлиниках, а не среди кабинетов терапевтов, хирургов и так далее, что люди все-таки у нас еще, ну, действительно, стесняются. На этом завершим. Спасибо, уважаемые гости, что пришли. Я думаю, что нас жители Карелии услышали, и они знают, что можно и в Петрозаводске, и в ЦРБ обращаться за помощью, и главное, не стесняться. Надеюсь, мы их в этом убедили. Всем психического здоровья. Спасибо. До свидания. До свидания. Это была тема дня. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»